Сохранить историческую память о войне – это главный посыл всех мероприятий, которые проходят в стране в год 75-летия Великой Победы. Великим подспорьем в этом благородном деле стали музеи, сохранившие экспозиции тех трагических дней. Военную летопись писали и в селе Яншихово-Нарваши. Там уже 30 лет работает историко-мемориальный народный музей. В годы войны из села на фронт ушли 603 человека. 263 из них пали смертью храбрых. С память о тех, кто не вернулся и тех, кто привез Великую Победу домой, в 1990 году в селе открыли историко-мемориальный народный музей. У нас в музее есть две комнаты – комната защитников Отечества и комната боевой славы. В экспозициях немало личных вещей участников войны – уроженцев села. В дар музею их передают родственники. Николай Павлович Герасимов вспоминает, его отец ушел на войну в декабре 1941 года. Прошел всю войну, выжил и вернулся домой. Самые интересные трофеи, в числе которых и патронтаж, на семейном совете было решено передать в музей. Подрастающее поколение нужно воспитывать на правильных примерах. Один из организаторов сельского музея – Петр Егоров. Его внук рассказывает, что дед вложил немало сил в создание экспозиций, рассказывающих о земляках, участников Великой Отечественной. И еще при жизни завещал передать на хранение в музей свой китель с орденами, кобуру и портупею. Когда началась война, ему было всего 13 лет, 15 лет, он пошел добровольцем, но его не взяли. Сказали, что ты маленький, еще перья, говорит, не выросли. И ему посоветовали поступить в Житомирское военное училище, которое эвакуировалось из Украины и располагалось в городе Казань. После завершения Житомирского военного училища он поступил в Закарпатский военный округ уже в качестве офицера. Потом служил в Чехословакии, в Венгрии, в Австрии тоже. Очень часто экскурсоводы рассказывают интересные истории. Одна из них – о Петре Никаноровиче Никанорове. Был такой интересный случай в 1942 году. Он был тяжело ранен и контужен, и лежал без памяти. Проходит одна группа санитаров, потрогали и признали его мертвым. И, как говорится, пошли дальше санитары. Через некоторое время проходит вторая группа санитаров. Они потрогали, пощупали и признали его признаками жизни, что живой он. И быстренько, быстренько его направили в госпиталь. И в это время, пока он находился в госпитале, первая группа санитаров, которая его обнаружила, доложила командиру, что он мертв. И, как говорится, похоронка пришла на родину села Яншика Нарваши, что он в Подмосковье при выполнении боевого задания был убит. Но проходит некоторое время, он возвращается для продолжения лечения в родное село. В народном музее часто проводят экскурсии для школьников и гостей района. Богдана Дойникова, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика.